О работе по созданию условий для эффективного оздоровления, отдыха и занятости учащихся в летний период. Кадровом и методическом обеспечении летней оздоровительной кампании 2020 года. На одном из аппаратных совещаний в Пинском горосполкоме докладывала Ольга Левченко, начальник управления по образованию Пинского горосполкома. О том, какие варианты отдыха в этом году предлагают юным пинчанам, смотрите в нашем видеосюжете. Говоря о летнем отдыхе детей, нужно сказать, что оздоровительная кампания планируется заранее, чтобы уже к 1 июня малыши, школьники, а главное их родители, смогли знать, где и как дети будут отдыхать летом. В этом году такая возможность будет у 5727 детей в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием. Эти данные привела начальник управления по образованию Пинского горосполкома Ольга Левченко. В дневных оздоровительных лагерях на базе учреждения общего среднего образования планируется организовать деятельность 19 профильных отрядов для высокомотивированных детей. Это экологические, иностранных языков, проявительские, спортивные, здорового образа жизни, музыкально-феребиатические, формовые, педагогические, информационных технологий, где возможно организовать занятость для 401 учащегося. Как и в предыдущие годы, предполагается организация профильных лагерей, таких как «Патриот» на базе средней школы номер 9 и воинской части 12-35, лагеря актива «БРСМ-Лидер» на базе средней школы номер 7, по 30 обучающихся. В учреждениях общего среднего образования в июне будет организована деятельность 18 лагерей труда и отдыха, в которых будут заняты 205 несовершеннолетних. В этих лагерях подростки будут работать по благоустройству и озеленению территории, осуществлять мелкий ремонт мебели библиотечного фонда. На базе Центра дополнительного образования детей и молодежи планируется два профильных лагеря – экологический и художественный. При отсутствии в городе Пинске собственной заборной оздоровительной базы в Ленингрил предполагается организовать 9-дневное лагеря с круглосуточным пребыванием. На базе детского третьего лагеря «Паричи» 100 человек, оздоровительного лагеря «Активание и вирско-восоточное пребывание» с проживанием в санатории Светана 100 детей, на ладочном лагере «Вирско-восоточное пребывание» на базе санатория Светана 8 дней по 3 человек 240 детей. Профессионально-технические и среднеспециальные заведения тоже организуют отдых своим учащимся. Кроме того, планируется оздоровление детей работников предприятий и организаций города через выделение путевок Центром оздоровления и санаторно-курортного лечения. Все участие «День образования» сориентировано на то, чтобы при организации оздоровления особое внимание уделить оздоровлению детей из социально защищенной категории сирот, трагморитов, детей из многодетных и неполных молодежи, причем семей, детей, находящихся в социально опасном положении. В общем, в этом, как и в прошлом году, у юных пинчан будет возможность оздоровиться в школьных лагерях с дневным пребыванием и загородных круглосуточных лагерях.